Программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». Коррупция в центре нашего внимания сегодня. Преступления коррупционной направленности относят к латентным видам правонарушений. Часто схемы, которые придумывают хитроумные руководители, настолько замаскированы, что даже опытным борцам с коррупцией бывает непросто собрать на мошенников доказательную базу. Однако в последнее время все большее число руководителей попадается на хищениях, взятках и злоупотреблении служебными полномочиями. И, конечно, причина тому – виртуозная работа оперативников и спецслужб. Но еще больше – жадность самих нарушителей. Вкусив запретный плод однажды и ощутив безнаказанность, чувство опасности притупляется, а аппетиты растут. Для руководителей транспортной инспекции Беларуси и ряда начальников региональных филиалов этого ведомства конец бурной деятельности наступил неожиданно. В беспредел устроенной именно дороги трансграничного значения вовремя вмешались сотрудники КГБ. Трасса М5 Минск-Гомель. По протяженности и качеству покрытия – это самая длинная, наиболее технически оснащенная дорожная артерия Беларуси. Ее строили несколько лет на деньги китайских инвесторов. После ввода в эксплуатацию она стала платной для грузоперевозчиков и иностранцев, не являющихся резидентами стран Единого Таможенного Союза. Средства должны были поступать в казну, но появилась коррупционная прослойка. Начиная с 2015 года начальник транспортной инспекции Леонид Лемеш вместе со своим заместителем Алексеем Куцаевым и подчиненными ими сотрудниками фактически поставили на поток торговлю специальными разрешениями на проезд большегрузного транспорта по территории иностранных государств. Стоимость незаконного вознаграждения варьировалась от 50 до 120 евро в зависимости от категории разрешения. Система отъема денег у перевозчиков не давала сбоя. Не желая иметь проблем с транспортниками, дальнобойщики платили деньги за навязываемое им разрешение. Выслеживали фуры на трассе и в случае нарушений решали вопрос исключительно в контексте собственной финансовой выгоды. Только в период с декабря 2016 года по апрель 2017 года зафиксировано 10 фактов получения Алексеем Куцаевым взяток от 20 субъектов хозяйствования. 13 апреля текущего года он был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере 500 долларов США и 110 евро. Взятка передавалась через посредничество руководителя Гродненского филиала инспекции Сергея Грудинского. На сегодняшний день в отношении них возбуждено 10 уголовных дел по статьям 430, 431 и 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении отдельных фигурантов принято решение об их содержании под стражей с помещением в СИЗО КГБ. По способу изощренности отъема денег не отстали от коллег и представителей Гомельской области. Начальник филиала местной транспортной инспекции поставил на поток систему вымогательства взяток за беспрепятственный проезд. Инспекторы получали деньги в ходе транспортного контроля в районе населенного пункта Селища Добружского района. Сотрудники инспекции получали незаконное денежное вознаграждение, которое впоследствии перераспределялось по всей вертикали от рядового сотрудника до руководителя Гомельского филиала инспекции Сергея Чучуага. Помимо него, по данному факту задержаны еще четыре сотрудника транспортной инспекции. В отношении них возбуждено два уголовных дела по 430-й статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. Всего же в отношении представителей всей коррупционной цепочки было возбуждено 10 уголовных дел за мошенничество, дачу и получение взятки. Осуществляя на трассе контроль, представители транспортной инспекции должны были обеспечивать закон, а в итоге превратились в тех, кто начал им торговать, действуя по указанию высших чинов ведомства. Это преступление стало одним из самых громких уголовных дел коррупционной направленности весной 2017 года. Материалы по нему переданы в Следственный комитет. Как сказал философ Фрэнсис Бэкон, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Правда, если в человеке уже есть склонность к обману, то полномочия лишь раскрывают алчные качества. В любом случае, хорошая должность – это всегда и хорошая проверка для любого руководителя. И здесь важно не забыть про одну простую вещь – действовать необходимо во благо компании и коллектива, а не наоборот, как это иногда бывает, только во благо личных интересов. К счастью, таких руководителей немного. А к тем, кто злоупотребляет властью, у стражей порядка есть особый подход. Хитроумный способ отмывания государственных денег придумал бывший начальник отдела внешнеэкономической деятельности Рогачевского молочноконсервного комбината. Он так организовал работу своих подчиненных, что нелегально получал дополнительный доход с каждой проданной за рубеж банки-сгущенки. Начальник отдела осуществлял свою деятельность на протяжении пяти лет. Подчиненные сотрудники по службе, они не были вовлечены, они лишь выполняли указания, которые он им давал. И что-либо без его ведома и указания в отделе не могло просто произойти. Он лично контролировал весь оборот документов, все поставки. Как с миру по нитке, так и с каждой банки сгущенного молока по одному американскому центу. А если учесть, что каждый день на экспорт территории завода уходит не один вагон продукции, суммы набегают немалые. За один вагон, который уходил в Казахстан, представитель экспедиторской компании уплачивал ему взятку в размере 150 долларов. Всего за период своей преступной деятельности начальник получил взятку в размере более 80 тысяч долларов. Это сумма, которая была ему вменена в обвинение. Реальные объемы, естественно, установить сложно. Жизнь на широкую ногу начальника отдела ВЭД Рогачевского молочно-консервного комбината не осталась незамеченной для сотрудников по борьбе с коррупцией. Им стало доподлинно известно о списке контрагентов, с которыми руководитель компании построил работу на откатах, а также схеме обналичивания денег. Все средства клиенты перечисляли поставщику на карточку, выданную на его имя одним из банков Казахстана. Наш фигурант обналичивал данные средства денежные порядка 300-400 долларов за один прием. Таких приемов в месяц могло быть порядка 5-6. То есть довольно крупная сумма получалась им в течение месяца. В прогулке к банкомату начальник внешнеэкономической деятельности совершал не реже двух раз в неделю. Чудо-карточка приносила стабильный, а главное легкий доход. Руководитель купил две квартиры, одну из которых в Минске, а также два гаража. Решением суда имущество коррупционера было конфисковано и обращено в доход государства. Он признан виновным в получении взятки повторно, в крупном размере и осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении в условиях усиленного режима. С лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными обязанностями сроком на 5 лет. Самая большая доля преступлений, коррупционной направленности в Белоруссии приходится на госслужащих и чиновников. Далее по количеству взяточников и мошенников идут работники системы сельского хозяйства и представители сферы строительства. Вот данные официальной статистики. За 2016 год органами прокуратуры Гомельской области было проведено 132 проверки. Вынесено 135 предписаний, 413 лиц привлечены к различным видам ответственности. По результатам проверок в доход государства возвращено более 66 тысяч белорусских рублей. Возбуждено 13 уголовных дел. Следует отметить, что в последние годы наблюдается прирост количества преступлений коррупционной направленности, который в первую очередь связан с повышением качества работы правоохранительных органов. Так, в 2017 году проведено на 10 проверок больше, чем в 2016. Вынесено 89 официальных предупреждений. Возбуждено 2 уголовных дела. Если брать систему сельского хозяйства, то пример схем коррупционного характера может быть следующим. Есть уголовное дело, в настоящее время я уже там детали не поясню, не помню. Когда крупнорогатый скот загружается в машины грузовые и вывозится в Российскую Федерацию, а по документам он якобы реализован в какой-либо фирме, либо крестьянско-фермерскому хозяйству, либо на мясокомбинат, а документы эти не соответствуют действительности. В строительстве деньги отмываются как на закупке материалов, расход которых порой сложно посчитать, так и на рабочие силы. Принимается на работу человек, который на самом деле на работе не появляется никогда, он работы не выполняет. Существует 2 или 3 бригада рабочих, которые выполняют тот объем работы, который потом процентуется на несуществующего сотрудника. Соответственно, в зависимости от объема выполненных работ ему начисляется заработная плата, которую получает уже на карман тот или иной руководитель. В стороне не остаются и представители бизнес-структур. Словно пиявки присасываться к финансовой выручке компании любят нечестивые бухгалтеры и экономисты. Пример тому – Реченский завод металлополимерных труб. Главный бухгалтер предприятия на протяжении нескольких лет начислял о себе и своему заместителю премии необоснованных размером. Кроме того, внеся в штат своего знакомого, регулярно переводила ему на карточку зарплату. Деньги снимала себе. Когда преступная деятельность одной из фигурантов главного бухгалтера была раскрыта силами специалистов предприятия в силу стечения обстоятельств, она не прекратила свою преступную деятельность, а вывела ее на новый уровень, совершив привлечение к этой деятельности своего знакомого. У которого взяла банковскую платежную пластиковую карточку и с ее использованием уже совершала хищение денежных средств общества путем их перечисления на эту карточку. За 2015 год, всего лишь за два месяца, она успела перечислить на эту карточку около 65 миллионов белорусских рублей до деноминации. В результате ущерб причиненной предприятию составил около 100 тысяч долларов. Бухгалтер была приговорена к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. А вот пример коррупции на предприятии «Гомельтранснефтедружба». Бывший директор компании получил взятку в размере 5 тысяч долларов за благоприятное решение вопроса о заключении контракта с одной из подрядных организаций. Суммы проводились через счета контрагента, а потом должны были распределяться между заказчиком работ и исполнителем. Что интересно, факт передачи денег был зафиксирован прямо в кабинете у руководителя, без каких-либо приемов конспирации и хитрых схем. В итоге бывший генеральный директор компании «Транснефтедружба» и человек, который давал взятку в СИЗО, им грозит от трех до десяти лет лишения свободы. В правоохранительной практике, конечно, бывали случаи, когда скромная благодарность, выказанная руководителю в виде конфет и подарков, документировалась и попадала на стол оперативникам, становясь поводом для дальнейшего наблюдения и даже разбирательства. Однако чаще всего это повод для вынесения официального предупреждения или дисциплинарного взыскания. Другое дело, когда ради выполнения показателей и удовлетворения интересов нужных людей, должностные лица идут на все, рискуя при этом и своим положением, и имиджем коллектива. Согласно данным правоохранителей, есть такие примеры и в системе образования. В основном это мелкие взятки за содействие на экзаменах. Но бывают дела и покрупнее. Так, защищение государственных средств и злоупотребление служебными полномочиями задержан директор Чечерского лица. Руководитель обвиняется в том, что выписывал себе и своим подчиненным завышенные премии. Сверхлимит зарплат работники снимали с карточек и возвращали директору на руки. Он в период своей работы в выложении директора необоснованно отчислял премии своим подчиненным, заместителям директора, бухгалтерам. Потом часть этой необоснованной отчисленной премии, которая сверх того, что им полагалось по работе, изымал себе в свое пользование. Таким образом получилось свыше 5000 рублей. Прямые указания получали два преподавателя и два бухгалтера. Однако о махинациях руководителя знали все педагоги лицея. Ведь в учебном заведении числилось более 160 мертвых душ студентов. То есть в целях выполнения служебных показателей и обеспечения премиальных директор находил учащихся по всей стране и зачислял их в лицей. И по окончанию учебы они все получили дипломы. Таким образом 161 человек, 161 это цифра, лиц, которые не проходили обучение в лицее, были аттестованы лицеем. Тяжкие последствия в данном случае то, что им необоснованно выплачивала стипендия, а в таком количестве это получилось порядка 25 тысяч рублей динаминированных. Плюс они получали компенсацию за питание. А преподаватели лицея, которые обучали фактически не обучавшихся людей, ну будем говорить мертвых душ, получили зарплату тоже начисленную и исчезну в 11 тысяч рублей. Преподаватели все как один подтвердили следователям то, что их директор давал прямые указания о выставлении липовым учащимся отметок. Наверное даже и все, кто там приходил обучение, они все дали показания, все практически показывают, что люди не ходили, однако обращались к Демидову с тем, что человек не приходит, я должен что-то делать. Демидову говорит ставить им отметки, по минимуму оценивать. То есть тройки ставились даже по десятибалльной системе. Но они были вынуждены это делать, поскольку их директор. Работа по изобличению у руководителя была проделана колоссальная. Следователи допросили каждого мнимого студента. Все они дали признательные показания и рассказали, что согласились с условиями зачисления благодаря стипендии, которую получали в лицее. Практически с начала расследования уголовного дела в отношении директора, учитывая тяжесть совершенного преступления, избрана на меры пресечения в виде заключения под стражу. И с учетом тяжести и необходимости дальнейшего расследования это заключение под стражей продлевалось до окончания расследования. Наложен арест на его имущество с целью возмещения причиненного им ущерба. Это бытовая техника, автомобиль, даже домашние животные, скотины, там лошадь с жеребенком. По санкции статьи 203, так и 244, предусматривают отряды сети и лишения свободы с конфискацией, либо без конфискации, определить суд, естественно. Как веревочки не виться, а конец всегда будет. Это касается и коррумпированных должностных лиц, и руководителей госструктур, и представителей бизнеса. Вопрос лишь во времени наступления наказания. Во всяком случае, в нашей стране оно неизбежно. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова